Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Суть того, о чем спрашивает автор, Вопрос заключается в том, что она попала в ДТП, как она говорит из-за большой любви. Попала в ДТП и довольно сильно повредилась. Достаточно много ей пришлось лечиться, восстанавливаться, что, собственно, она делала. И я так понимаю, что он в какой-то степени делает до сих пор. Вот, уже правда не так. Ну и теперь у неё, у автора Вопроса, есть, значит, такая проблема, что она боится, что что-то случится с её близкими, вот, боится, что что-то произойдёт. Такое, плохое, негативное. Вот. И, соответственно, эти мысли ей мешают. Вот, она была у врача, по её словам, она была у врача. И ей сказали, что у неё постковидный период. Да? То есть, вот. Ага, вот. И, соответственно, автор Вопроса не знает, что делать. Ей очень сильно мешает жить её страхи, мысли. Вот. И, соответственно, она спрашивает, как быть. Ну, во-первых, я как-то не увидел, честно говоря, связи с ковидом. То есть, может быть, вы и болели, конечно, конечно же, ковидом. Но, на мой взгляд, здесь у вас, в общем-то, картина немного другая. Вы, если я правильно вас понял, попадаете в аварию, переживаете, в общем-то, довольно неприятные эмоции, довольно неприятные чувства. Вот. И, соответственно, после этого у вас, как я понимаю, развивается тревога. Да? Тревога за своих близких. Чувства, что вы не в безопасности, например. Вот. И, честно говоря, связи с ковидом, ну, здесь увидеть мне лично довольно сложно. Я, конечно, не знаю. Вот. Может быть, есть какие-то ещё моменты, о которых вы, например, не сказали. Но, пока что, вот, судя по тому, что вы описываете, я бы не сказал, что это именно постковидная история какая-то. Вот. Я бы сказал, что это больше похоже на посттравматическое синдром. То есть, ПТСР. Вот. И, соответственно, что произошло, вы получили не только физическую, да, травму, да, травму психологическую. Вот. Потому что, ну, что-то, то, что произошло, авария, это всегда очень болезненно и довольно деструктивно сказывается на психике человека. Да. Вот. Именно в силу того, что вот разрушает какие-то, ну, привычные, да, скажем так, модели восприятия мира, модели восприятия реальности. Вот. И, соответственно, человеку сложно, например, жить в мире, где, ну, возможно, такое. Вот. Во многом сложно такому человеку жить в мире, потому что он не до конца прожил, не до конца отреагировал те эмоции, те свои переживания, которые у него были. Вот. И то, что вы описываете, это следствие подавления вами, вот, того, что вас волнует, того, что вы испытали. Вот. И, судя по тому, что вы описываете, мне показалось, что ваши близкие не находятся с вами в, ну, таком, скажем так, тесном контакте. Да? То есть они вас не чувствуют. Вот. И если я, опять же, эм, ну, не ошибаюсь в данном случае, да? Вот. Поэтому, вероятно, вам не было, у вас не было возможности как-то вот, эм, ну, прожить, эм, свои эмоции прожить, свои, эм, переживания, так скажем, эм, ну, в полном мере. Вот. И, собственно, сейчас это даёт себя знать довольно сильно. Как мне, по крайней мере, кажется, исходя, исходя из того, что вы пишете. Поэтому здесь задача, ээ, по крайней мере, вот наша, как я её вижу, ээ, помочь вам, эээ, прожить, эээ, вот, свои чувства, свои переживания, свои эмоции, эээ, отболеть, скажем так. И, в общем-то, страх уйдёт. То есть то, что вы боитесь, это, эээ, следствие, вот, подавлений. Следствие того, что вам эти эмоции ещё нужны, потому что вы не стали цельной личностью после травмы. Это первое. А, второе, второе. А, традиционно, эээ, страх за близких, страх, что, ну, вот, с близкими может что-то произойти, да, что-то случиться может. Вот. Традиционно, это связано с, эээ, злостью, со злостью на них. То есть традиционно, эээ, мы испытываем тревогу, страх потерять близких, когда очень пенситильно злимся на них. Когда, эээ, ну, не позволяем, что называется, эээ, своей злостью, да, эээ, выражаться. Эээ, слово «злость» здесь нужно понимать эээ, достаточно эээ, специфично, не в смысле того, что, эээ, вы, эээ, вот, ну, буквально, в смысле, как, да, не в этом смысле, эээ, здесь, ээээ, не об этом, точнее, здесь идет речь, а здесь больше речь идет про злость, как следствие, эээ, нарушения окружающими ваших личных границ. Вот, и, соответственно, не, ээээ, ну, не реагирование, скажем так, не реагирование, эээ, на это, вот. То есть, когда ваши личные границы нарушаются, когда, эээ, ваше, ээээ, ваше личное пространство оказывается, ээээ, ну, в какой-то степени под угрозой, эээ, вот. А вы с этим ничего, ничего не делаете. Вы с этим, как бы, никак не обращаетесь, эээ, вот, и в итоге получается вот такая вот эээээ, ситуация, что вы ээээ, боитесь на, эээ, боитесь за то, что ээээ, эээ, что, ээээ, запрещаете себе экзамы влозащать, не разрешаете себе ее чувствовать. Вот, ну, может быть, вы ожидали отбить какой-то большей поддержки, может быть, вам казалось и кажется, что они смогли бы помочь вам лучше, может быть, вам кажется, что они, ну, могли бы поддержать вас как-то более, ну, полно, да, может быть, более активно, может быть, они могли бы вас поддерживать, а ничего этого не происходит и, соответственно, вы, эээ, испытываете, вот, чувство злости на них. Ну, запрещают себе это, там, если как-то, вот, пытаются, например, себе объяснить, объяснить, что, ну, они же не виноваты, они же, как бы, ну, делают то, что могут и все. Вот, соответственно, это вот такая вот неискренность в данном случае, такое подавление себя, своих эмоций, оно, конечно, ни к чему хорошему, вообще говоря, не приводит. Вот, и на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы вот с этими хотя бы, да, основными моментами поработать и, эм, так скажем, их преследовать, да, на выходе вы получите себя более такую вот свободную, более такую вот, эм, способную выращать то, что, ну, что-то вам хочется. Вот, хотя, хотя, эм, нужно, нужно понимать, эм, что, более удобная от этого в инстанции, именно вот, что, ну, именно более удобная в этот в инстанции, а вот вы не будете, эм, вполне возможно, эм, устраивать своих близких, то есть это вот тоже аспект, эм, который нужно учитывать, что близкие люди, эм, вас, эм, вас вот как раз, эм, ну, вот такой, да, не заказывали, они, эм, эм, ну, хотели, эм, вероятнее всего, эм, эм, чтобы вы были, эм, чтобы вы были, эм, вот такой, какой, какая, ну, ну, такой, какая вы, эм, эм, ну, вот, эм, эм, бывайте чаще всего, да, они, эм, хотели бы, чтобы вы были такой, и, соответственно, будут, конечно же, эм, сопротивляться тому, что вы, ну, будете себя как-то проявлять, да, вот, поэтому это нужно обязательно учитывать, вот, это нужно обязательно иметь в виду, если вы хотите на собой работать, да, то есть, ну, как-то вот достаточно бережно обращаться со своими близкими, да, и не торопиться ставить их, ну, в известность относительно каких-то вот ваших решений по поводу, ну, скажем так, своего поведения, да, вот, то есть, торопиться здесь ничего, торопиться здесь не нужно, вот, ну, потому что, кроме какого-то вот сопротивления, да, кроме какого-то недовольства, вами вряд ли вы получите что-то еще, вот, поэтому здесь желательно, вот, аккуратно, ну, вот, не торопять, но продвигать, эм, свою позицию, вот, которая у вас, конечно же, есть, которая, которая у вас, конечно же, имеет место быть, и которую, на которую вы просто, вот, ну, вероятно, порой забываете, забываете, вот, надеюсь, просто на то, что, эм, ну, вас и слышат, надеюсь на то, что он вас, эм, поймут, надеюсь на то, что он, вам, там, ну, грубо говоря, что-то дадут, позволят, ну, вот, и в итоге ничего, конечно, в этом смысле не происходит, а вы остаетесь, ну, по большому счету, вероятно, довольно разочарованы, вот, и это, кстати, кстати говоря, эм, ну, нормальное чувство, но, опять же, э, вопрос, как вы с этим обращаетесь, да, и обращаетесь ли вы, с этим вообще как-то, ну, вообще, вот, вообще, вот, там, например, у меня, эм, такое подозрение, что он, ну, что, может быть, вы, вот, вообще, никак не обращаетесь, с этим, вот, никак не обращаетесь, там, с своим, ну, своими переживаниями, ну, вот, а только их, вот, как-то, ну, подавляется, что ли, и так далее. Вот, то есть, тут, в данном случае, конечно, вот, такие аспекты, они, безусловно, играют очень, очень, очень важную и существенную роль, понимаете, да, надеюсь, о чем, о чем идет речь, вот, поэтому, э, какой-то, такой, э, прямой, э, рекомендации, да, с прямой, э, прямой рекомендацией, вам, я бы не давал, потому что, нужно исследовать вашу личность, нужно, э, постараться, э, понять, да, вы пишете, например, что, э, разбились, э, именно, именно, вот, как вы говорите из, э, большой, э, из-за первой любви, то есть, вы говорите, что, э, ну, что здесь, вот, есть какой-то элемент, да, эмоциональности у вас, ну, вот, с вашей, э, так скажем, страны, э, вот, и, вполне возможно, что, сейчас, вот, вы, как-то, ну, человека, э, как-то, человека винить, да, вполне возможно, что, сейчас вы обесцениваете, и так далее, вот, э, да, и, э, вот, э, еще, э, такой, э, довольно важный момент, э, э, как мне кажется, заключается в том, что вы, э, вы занимаетесь, э, э, так скажем, э, творчеством, э, вот, но, опять же, здесь вопрос, а, насколько вам это творчество, э, вообще важно и интересно, э, вот, потому что, э, э, ну, вот, складывается, э, например, у меня такое впечатление, да, что, вот, ну, как-то, э, может быть, э, творчество вам, э, не так, чтобы, прямо, особенно, особенно, э, интересно, э, ну, по крайней мере, вот, такое, э, впечатление, э, э, создается, э, э, ну, в, определенный момент, вот, поэтому, на мой взгляд, имеет смысл, э, ну, поработать и, э, с этим тоже, имеет смысл, э, имеет, э, смысл, э, вот, как-то, нужно, поисследовать и это, направление в том числе, и, посмотреть, посмотреть, на то, э, как, э, 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 Это, собственно говоря, творчество, да, и если вам в какой-то степени действительно что сказать, ну, я не говорю о том, что это обязательно должен сделать вот как бы психолог, да, именно вот тот, с кем вы будете прорабатывать. Допустим, свою Трамп, да, ну, вы можете к другому, так скажем, психологу обратиться, вот, по данному вопросу, если хотите, конечно, вот, но, тем не менее, такие вот аспекты на мой взгляд, необходимо обозначить и поисследовать и проработать, потому что, потому что совершенно очевидно, что вот они вам довольно серьезно мешают жить сейчас, да. Вот. На этом, пожалуй, я думаю, мой ответ на можно закончить. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вы, большая молодец, что, ну, если обратились за помощью, вы, большая молодец, что начали говорить о проблеме, вот, вот, но это, в данном случае, такой вот первый шаг к решению этой проблематики. Вот, это первый шаг, но, ну, не последний, к сожалению, вот, поэтому, теперь вам предстоит выбрать психолога и начать работу. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok